Всем привет! Меня зовут Юлия Сизых, я профессиональный визажист и бьюти-блогер, и в этом видео мы с вами будем снова тестировать мою уже любименькую белорусскую косметику. В этот раз я собрала ваши фавориты, а также фавориты блогеров, то, что они советуют покупать, что в принципе популярно. Также спросила у консультанта в магазине, какие позиции чаще всего выбирают покупатели. Кстати, если вы в Иркутске, то вам очень повезло, потому что у нас есть сеть белорусской косметики, и все можно купить прямо офлайн, не ожидая посылочки из онлайн-магазинов. Так что, если что, оставляю вам ссылку в описании, можете поглядеть. А теперь давайте приступать! Первым делом давайте попробуем вот такую разглаживающую основу праймер под макияж от Vitex. Встречала рекомендацию о ней у блогеров, поэтому когда увидела, захотелось мне ее, конечно же, попробовать. Вот так она выглядит. Здесь целых 30 мл, но всего срок годности 6 месяцев, так что пользоваться ей надо достаточно активно. Пахнет очень приятно, как нежный косметический крем. Ощущается на лице тоже, как какой-то очень нежный увлажняющий крем. Не липкий, легко распределяется. Заявляется идеально ровное покрытие, безупречный макияж, свежий цвет лица, гладкая упругая кожа, морщинки и несовершенства менее заметны. Довольно мощное, конечно, заявление, но действительно есть сияние, появляется такая упругость в коже и все-таки чуть-чуть липкости есть, но такой хороший, на которую хорошо лепится тональный крем обычно. Попробую нанести только на щеки, чтобы определить, насколько праймер меняет свойства тона. Потому что если я нанесу на все лицо, то мне будет сложно оценить, поменялось ли что-либо от ее нанесения. Как будто действительно выглаживает текстуру кожи и заполняет поры. Эта база стоит всего 100 или 200 рублей, поэтому, конечно, я от нее чего-то сумасшедшего не ожидаю, но даже на руке заметно, как сильно она выглаживает текстуру кожи. Также будет интересно проверить, у меня здесь есть сильная достаточно сухость на лице, будет ли она подчеркнута или наоборот скроется при помощи этой основы. Дальше у нас вот такой тональный крем. Сколько я хорошего о нем слышала. Называется Биэлита Пролакшери. Крем лифтинг с гиалуроновой кислотой, но, насколько я понимаю, он не обязательно для возрастной кожи, можно использовать на любой. Скрывают несовершенство кожи, маскируют морщинки. И так здорово, что я наконец-то нашла белорусский тон такого светлого оттенка. Называется ТО 01 фарфоровый и, надеюсь, он-то мне, наконец, и подойдет. И действительно хорошо смотрится. Урашенький! Меня сразу, правда, предупредил консультант, что он немножко темнеет, но совсем незначительно, поэтому я думаю, что как раз будет хорошо. Вижу, что шикарно перекрывает все покраснения. Очень нежно и легко растушевывается при помощи кисти. Кстати, чем вы растушевываете тональный крем? Может быть, мне стоит попробовать, например, нанесение спонжем, если вы ими пользуетесь, или даже пальцами? Напишите мне, пожалуйста, чтобы мое тестирование косметики было максимально полезным для вас. Божечки, как я рада, что я наконец-то нашла белорусский тональный крем, достаточно светлый для своей кожи. Потому что они мне все безумно нравятся, но все-таки они темноваты, и мне приходится постоянно что-то к ним подмешивать. А этот, если вы беляночка, то я вас смею заверить, оттенок действительно очень крутой, светленький, но не слишком белый. У тона есть легкая парфюмированная отдушка, но не слишком сильная и довольно приятная. Поэтому в этом плане я такой сильно нюхач, ничего отталкивающего точно нет. Что же нам обещает производитель тона? Скрывает несовершенство, выравнивает тон, безупречно маскирует морщинки, обеспечивает лифтинг-эффект, не создает эффекта маски, не блокирует поры и не стирается от прикосновений. То есть он должен быть, по идее, стойкий. Тон выглядит очень красиво на лице, появляется такой, видите, эффект лощеной кожи, но при этом нет какого-то жирного, слишком интенсивного блеска. Вообще похоже на то, как будто вы нанесли легкий крем для лица увлажняющий, и вот он красиво сияет на коже. Но при этом большинство красноты, конечно же, перекрыто, и кожа более ровная по тону. Из консилеров в этот раз я решила опять попробовать Рилуи, но комплименте серию Bright Touch Concealer. Это оттеночек 01 фарфоровый, и он был единственный, который подходил по тону к этому очень светлому тональному крему. Так что, опять же, белянкам на заметку, вот хороший цвет. Давайте я его растушую, как мы бы в жизни легко делали с помощью пальчиков. По текстуре он очень нежный, вообще ничем не пахнет. Очень нежный, легко растушевывается, но при этом все-таки имеет достаточную степень перекрытия, чтобы убрать темные круги под глазами. Также его можно спокойно, как я вижу, наслаивать, если необходимо, и он не скатывается, все хорошо выглядит. Самое забавное, конечно, в этой истории, что тон и консилер стоят по 200-300 рублей, и за эту цену, мне кажется, такой эффект хорошенький делать, славной, холеной кожи, это волшебство. Мне правда нравится дико это в белорусской косметике, что даже не за такие небольшие деньги вы получаете очень хорошее качество. Тон, кстати, совсем капельку саксидировал, то есть сильно он не темнеет и практически остается вот в рамках того цвета, который вы видите первый раз, когда наносите. Дальше давайте попробуем вот такой карандашик Browista Ultra Slim Pencil от Belor Design. Это оттеночек 201 Light Brown, который подходит блондинкам, я думаю, светло-русым. Очень легко наносится, очень удобно, конечно, что он тоненький. Обожаю механические карандаши. В нем нет никакой жирности, которая, знаете, залипает в бровинки. Все очень мягко и аккуратно. Щеточка на вот этом конце тоже замечательная, хорошо все растушевывает. 100-200 рублей стоит карандаш в зависимости от продавца. И мне кажется, это самый дешевый карандаш, если вот брать самую низкую цену на Cosmobile 138 рублей, 200 рублей на Азоне. Ну, короче, это дешевле, чем Алиэкспресс даже. Очень приличный по качеству, серьезно. Единственный вопрос у меня по оттенку, потому что мне сейчас кажется, что я похожа немножко на лягушечку. Знаете, зеленоватый такой оттенок. Был такой глюк как-то у L'Oreal. У них тоже все время были зеленые карандаши. И зеленоватый подтон, это нормально. В бровинках действительно в тени бывает зеленца чуть-чуть. Но здесь она, мне кажется, очень сильная. Но посмотрим, может сейчас подстроиться. В конце видео сделаем вывод об этом. По нанесению претензий никаких. Посоветовали мне купить вот эту базу для теней от Luxe Visage, которая помогает. Получается... О, а она прозрачная. О, ребятушки, под прозрачную, конечно, наверное, надо было консилер положить. Но попробуем бежевыми тенями выровнять цвет века. Очень нежно, тоненько ложится база. По идее, она нам должна помогать тени делать более интенсивными и долгоиграющими, чтобы в течение дня они не выцветали, не опадали и хорошо держались интенсивно. Очень легко, нежно распределяется по веку. Ощущение, что она как будто чуть-чуть увлажняющая. Стоит она тоже рублей 200-300. Чувствуется, уже начала схватываться немножко на веках. И даже, смотрите, приобрела такой вот светлый оттенок и выровняла тон века. Как это? Как это возможно? Очень интересно. Они же, правда, посветлели? Может, я, конечно, туда случайно консилеры немножко добавила, но мне вроде так не кажется. Но в любом случае, веки сейчас выглядят подготовленными к макияжу, так что давайте переходить к теням. Здесь мы сегодня начинаем с Luxe Visage. Вот такой палеточки Glam Look. Тон 1 выбрала самый-самый ходовой с такими коричневыми и немножечко розоватым оттенком и бежевым. В общем, базовая палетка, которую можно использовать на каждый день абсолютно для всех. Стоят они везде по-разному, от 200 до 400 рублей. Давайте возьмем вот такой бежевый оттенок. Но ценовая категория, в принципе, понятна. Действительно, очень бюджетные тени. Бежевый оттенок наношу на все века. Он ложится такой полупрозрачной вуалькой. Легко раскатывается по базе. Он как будто чуть-чуть потемнее, либо ровно в тон моей кожи. И, в принципе, это даже очень хорошо, потому что глаз не выглядит таким белесом. По базе очень, кстати, легко растушевывается, прям скользит. Дальше давайте возьмем вот такой оттеночек. Светло-матовый розовый. И нанесем его в складку. Очень пушисто, максимально растушеванно. Это будет такая основа для нашей будущей формы. И я предлагаю сегодня не мельчить и сделать яркий макияж, потому что я обычно здесь делаю что-то такое нежное, нюдовое, либо романтишное. А сегодня предлагаю в связи с приходом осени сделать что-то такое более глубокое, насыщенное и яркое. Тени очень легко растушевываются, но у них такая супер нежная пигментация. Но оттенок-то как раз еще пока светлый. Давайте проверим оттеночек следующий потемнее. Вот, у него уже чувствуется, есть какая-то яркость. Очень деликатные цвета. И такая, конечно, легкая растушевка. Здесь вот даже любительница макияжа, даже очень начинающий человек справится, потому что, посмотрите, сразу получается нежная дымка. И да, база для теней, видимо, тоже хорошо работает, потому что на ней ничего не залипает. В кадре оттенки теней выглядят чуть-чуть теплее, чем в жизни. Цвета прям очень красивые и благородные. Я сейчас этот цвет еще немножко наслаиваю, и глаза становятся прям огромными. Давайте теперь попробуем самый темный оттеночек отсюда. Я его переношу сначала на руку, а потом уже на глаз, чтобы не напятнить на всякий случай. Если он очень интенсивный, то лучше начинать потихонечку. Ну да, он достаточно темный и интенсивный. Я думаю, что им можно даже мокрым способом нарисовать стрелочку. Да, слушайте, это действительно темно-темно-коричневый цвет. Мы его сейчас в складку добавлять не будем, потому что будет прям очень ярко. Только капельку буквально. Я еле нажимаю на кисть. Лучше я возьму плоскую кисточку, наберу этот оттенок и положу его вот здесь во внешний уголок глаза. Да, цвет прям интенсивный. Смотрите, какая красота. И можно еще наслаивать, и он будет становиться еще ярче. Чуть-чуть растушевываю его в складку, чтобы он не обрывался. Круто, когда матовые оттенки настолько насыщенные и послушные. И в этом плане я пока с белорусской косметикой не испытывала вообще никаких неприятных, неожиданных сюрпризов в плане теней. Они действительно очень хорошие. Причем неважно, они сухие или они жидкие. И просто замечательные, красивые тени с отличной отдачей и послушные в растушевке. Убрала пока волосы, чтобы они мне не мешали тушевать. Дальше давайте попробуем вот такой автоматический карандашик от Belor Design. С одной стороны у него вот такая пимпочка для растушевки, а с другой, собственно говоря, вот такой карандаш. Проверила на руке, он действительно тушуется. Давайте его еще попробуем на слизистой. На слизистой он, к сожалению, похоже не работает. Дает, видите, такую очень легкую-легкую тень. Но на коже рисует хорошо. Попробуем пимпочку. Растушевывает, но немножко жестковато. Прорисовываю немного контур снизу и растушевываю прилагающейся в комплекте губкой. Довольно легкий эффект получается. Слизистую сверху почему-то прорисовывает получше. Главное не ткнуть себе в глаз. И попробуем прорисовать им контур вдоль ресниц. А также прокрасить межресничку. Вот здесь он рисует по коже прям очень хорошо. Но губку я бы вам не особо советовала использовать. Все-таки она такая твердоватенькая. Наношу побольше карандаша. И вырисовываю стрелочку. Беру ботенок и растушевываю границу, пока она не успела схватиться. И карандаш, как видите, немножко снимается на кисточку. И становится таким вот бледноватеньким. Давайте попробуем еще разочек. Но я не буду касаться карандаша рядом с ресничным краем. Хочется сделать сегодня макияж поярче. Достаточно интенсивный. И в этом плане подложка из карандаша была бы очень нам кстати. Растушевываю только границу. И немножко оттягиваю стрелочку. И такое ощущение, что карандаш буквально, к сожалению, расплывается. То есть нарисовать им красивую обычную стрелку вполне возможно. А вот в плане того, чтобы использовать его в техниках для растушевки, он все-таки как будто, вы знаете, слабоват. Хотя здесь предусмотрена губочка, как-то именно по формуле, мне кажется, что он не соответствует этой задаче. И карандаш от Рилуи, который я вам показывала до этого, все-таки намного круче подходит для растушеванных стрелок. Но поскольку я уже начала, то я все-таки, конечно, закончу эту историю. Доведу до конца отдела растушевки. А также, собственно говоря, нанесение карандаша. И посмотрим, что будет дальше с ним происходить, если мы его еще и тенями закрепим. Да, карандаш для глаз сегодня, к сожалению, вообще не фонтан. Он так атастрофически везде расползается. И почему-то не держится при растушевке. Он просто весь убирается на кисточку. Давайте спасать положение дел с помощью хорошеньких. Мне понравились действительно теней от Люкс Визаж. Я сейчас его закреплю, чтобы он уже никуда от нас не убегал. Темно-коричневым матовым оттеночком я закрепляю вот эту часть внешнюю карандашика и увожу в висок и в складку. И такое ощущение, что я растягиваю по всему веку карандаш в том числе, потому что он реально прям бегает по глазу. Уже прошло, наверное, несколько минут с момента нанесения, но он все-таки не фиксируется и устраивает нам тут такую дискотеку. Средне-коричневыми тенями еще прохожусь так дополнительно по складке, чтобы растушевать. И совсем чистой кисточкой рекомендую вам всегда тушевку подтушевывать, подчищать, чтобы точно везде получилось очень ровненько и красиво и воздушно. И давайте то же самое темно-коричневым цветом и плоской кистью. Закрепим этот горе-карандаш снизу, чтобы он точно никуда не убежал. Я затемняю внешний угол глаза и чуть-чуть оттягиваю в начало. И опять беру вот такой оттеночек посветлее и мягкую пушистую кисть. И легко вот так растушевываю нижнее веко, чтобы сделать глаза прям большими-большими. Если вы тоже хотите сделать глазки побольше визуально, то не мельчите ни в коем случае с нижним веком. По визажистским законам нижнее веко это 40% от макияжа глаз, поэтому я думаю, что вы не переборщите в любом случае. До момента вот этой складочки под глазом точно растушевка теней выглядит очень гармонично. Карандаш, кстати, даже раздражает слизистую, потому что там, где я его нанесла, немножечко, кажется, капельки слез собираются и снимают вот здесь тени. Он, видимо, для слизистой даже и не предназначен. Кстати, если вот тут видите затемнение у меня, это не проблема. Тенеет у меня здесь прысик, так что не обессудьте. И немножко сегодня этот карандаш даже в растушевке теней мешает, потому что залез наверх и устраивает там какую-то абракадабру вообще. Если бы я была просто любителем макияжа, я бы точно этот карандаш смыла и начала бы заново. Потому что на крое лечил он просто не по-детски. Ну, допустим, тушевка хорошая. Давайте лучше переходить к вот этим красоткам. Это тени однушки от Luxe Visage. Называются они Ridge Glow. Открываются поначалу очень туго. Не сломайте ногти. Каждый рефил, причем, стоит рублей 300-400. Они такие, знаете, недешевые. Давайте посмотрим с вами сводчики. Это тон 2. Они такие прямо очень металлические, но при этом не мокрые. Тон 9. Что-то в нем есть такое даже. Бронзовое и хаки. Очень интересные переливы. Ну и, конечно, тон 12. Это вообще космос. Просто какой-то цвет Марса, мне кажется. Рыжий-красный. Очень интересно посмотреть, как они будут выглядеть на глазах. Я беру бочонок вот такой и оттенок 2. И давайте нанесем его во внутренний уголочек глаза в качестве высветления. Хотя, в принципе, можно его нанести и на все подвижное веко. Очень мне нравится текстура. Она такая богатая. Но при этом нет ощущения, что сейчас это все залипнет фольгой, скукожит глаз. Просто очень красивое, дорогое сияние. И даже кисточкой хорошо наносится без проблем. Дальше тон 9 я наношу на все подвижное веко. Практически, божечки, какая красота. Вот это прям в жизни выглядит, как такой богатый хаки цвет. На осень, по-моему, идеальный. Смотрите, как красиво. Конечно, цвет чуть-чуть не передается. Там действительно есть красивая бронзовая зеленца. На камере больше выглядит просто как светлый оттеночек. Но мне кажется, чуть-чуть все-таки видно. И теперь давайте попробуем добавить этот космический красный цвет. В качестве вот здесь вот акцента между коричневым и зеленым. Супер! Его, конечно, можно использовать на все подвижное веко. Тогда, я думаю, он раскроется во всей своей красе. Но тут мы его добавим в качестве маленькой такой украшалочки, которая просто здорово подчеркнет зеленый цвет глаз. Кисточкой эти тени не так, конечно, круто переносятся. Но это, в принципе, для вот таких металликов вполне нормально. Если вы хотите прям очень мощно, то лучше пальчиком. Немножко вернуть темноту во внешнем уголке глаза матовыми тенями. Коварный карандаш продолжает бежать просто из внешнего уголка глаза. Ай-яй-яй, Билор Дизайн. Ай-яй-яй. А вот люкс визаж сегодня прям молодцы. Какие-то у нас сегодня краски осени получаются. Мне нравятся. И давайте завершим этот макияж глаз вот этой тушью. От Белита Лакшери Органойл. Мне ее советовали вы. Так что мне не терпится попробовать. Такая, посмотрите, у нее внушительная кисть. Консультант в магазине сказала тоже, что просто крутейшая тушь. Нижние ресницы она красит деликатно. Несмотря на ее размер, в принципе, к корням ресниц подобраться довольно легко. Давайте попробуем скорее верхние. Ну что же, вполне хорошая тушь. Уже даже по первому впечатлению ничего не слепляет. Очень удобная кисточка. И несмотря на то, что она выглядит такая, как острый еж, она не делает глазам больно. Ее даже можно прижимать. Но эффект у нее, знаете, такой более деликатный. То есть она очень хорошо будет, мне кажется, на повседневный макияж. С таким ярким макияжем, как видите, ресничек как будто немножко не хватает. Я посмотрю, может быть, она все-таки раскрасится. Поэтому давайте будем на связи. Если вы еще не подписались, подписывайтесь, пожалуйста. И я вам расскажу, как дальше будет дело обстоять. Тушь, кстати, стоит аж 300-400 рублей. Так что она такая, немножко лакшери. Но по сравнению с моей любименькой XXL от Luxe Visage, она все-таки таких ресниц мне не рисует. Все выглядит очень нежненько. Давайте добавим еще вот эту однушку 9 от Luxe Visage на нижнее веко, во внутренний уголок глаза. Я специально не закрепляла еще макияж. Немножко освежу консилер. Это совершенно нормально, когда вы делаете очень яркий макияж глаз. Вернуться на шаг назад и освежить область под глазами после того, как вы ее очень сильно интенсивно красили. Консилер я заметила подскатывается без закрепления пудрой. Но сейчас, когда я закрепила его тенями, он уже там, конечно, неплохо сидит и ничего не скатывается. Давайте теперь вернемся к лицу и нанесем вот такую пудру Relu Pro Icon Look Satin Face Powder. Тон 0.0, прозрачный. Набираю ее на пушистую кисточку и мягко прохожусь по всему лицу. Она чуть-чуть пахнет, но не сильно. Так, но она не сильно сияющая однозначно. Нет никакого в ней прямо блестящего финиша. Но из-за пудренности эффекта она не создает. Это очень приятно. Никакой из сегодняшних средств не обещала нам скрытие текстуры кожи. И, собственно говоря, ничего особо и не произошло. Пудра эта стоит 300-400 рублей примерно. И, в принципе, по эффекту она неплохая. Мне нравится, что она не создает эффект маски на лице, такой пергаментной, и оставляет все-таки деликатное сияние, которое имел тон и как будто даже немножечко его усиливает. Дальше у нас вот такой скульптор от Luxe Visage. Это оттеночек 02, потому что оттеночек 01 уж слишком светлый. Здесь есть высветляющая пудра, которую, видимо, можно использовать, например, под глазки или на места даже высветления хайлайтера, если вы хотите использовать именно матовый хайлайтер. Это точно не про меня, поэтому мы его использовать не будем. Я сейчас возьму пушистую натуральную кисть и корректор. Немножечко он всыпется. К сожалению, он прям вот так вот, видите, подсыпается. Очень мягкий. Пылит! Ой, пылит! Надо его прям набирать очень нежно и аккуратно. Но оттеночек, посмотрите, какой красивый. И растушевывается тоже суперлегко. Мне кажется, у меня карандаш просто по всему лицу. Я немножко втушевываю его в руку, чтобы распределить по кисти, и мягко растушевываю. Цвет и текстура у него действительно довольно удачные. Единственное, что он реально немножко пылит. Ну, если вы любите легкий контуринг повседневный, то мне кажется, вам понравится, потому что цвет прям хороший. Стоит этот скульптор, кстати, 200-400 рублей. И еще у нас немножко люкс визажа. Он называется Ideal Strobing. Это хайлайтер в оттеночке 12. Он не пылит, ничем не пахнет. И выдает нам очень деликатное нежное сияние. Я такое однозначно люблю. То есть мы сейчас немножко усиливаем то сияние, которое я дал тональный крем, а также пудра. Просто чуть-чуть еще побольше. Немножко добавляю под бровь, потому что он достаточно деликатный для этого. На спинку носа, на галочку над губой и немножко на подбородок. Супер! Мне кажется, он очень хорошенький. Можно наслоить, если хочется поярче. Можно нанести в один слой, тогда будет легкое сияние. 12 тонн немножечко такой теплый, но при этом для белокожих девочек тоже очень подойдет. И очень люблю, когда текстура кожи заглаживается, а не подчеркивается. Вот здесь этот хайлайтер это умеет. Если вас не смущают такие баночки, то прям нормально. Стоит он 200-400 рублей. И мне кажется, за такое деликатное сияние очень даже прикольно. Дальше мы возвращаемся к Рилуи Про. Это их румяна, которые называются Pinky Lily 72. У них очень много теплых оттенков. Я смогла найти только вот эти, такие достаточно светлые румяна, которые бы подошли сейчас под мой цвет волос. Очень-очень славные. Посмотрите, какой потрясающий нежный оттенок. Кстати, румяна сразу понижают градус накала темного макияжа. И из темного вампиренка вы превращаетесь все-таки в нормального, просто очень нарядно накрашенного человека. Поэтому я добавляю румяна по всему лицу, на спинку носа тоже немножко и на щеки. На камере цвет выглядит немножко все-таки побледнее, но в жизни они такие сочные, розовые. Прям хороший такой приятный морозный румянец. Я еще раз буду использовать вот этот карандашик, который вы мне посоветовали. Это Рилуи в оттеночке 11. Очень классный цвет, который можно носить каждый день, потому что он похож на натуральный оттенок губ. Но как бы чуть-чуть поярче. И с легкостью можно выйти немножечко за контурочек и дорисовать себе немного объема губ. А можно даже и не чуть-чуть. Все равно выглядит очень натурально. И дальше у меня из вашей же рекомендации еще вот такой блеск для губ, который называется Patti Lip Gloss. От бренда Belor Design. Тон номер 6. Есть блески мы еще не пробовали, так что очень даже интересно. Пахнет приятно, как конфетка. Наносится легко. Ммм, чудесный блеск. Нелипкий. Да, очень славный блеск. Хороший по оттенку, такой повседневный. Чтобы дополнить яркий макияж глаз тоже подходит. Очень изысканный, мне кажется, хороший макияж губ у нас сегодня получился. Единственное, мне кажется, что у нас сегодня не до конца завязалось лицо и губы с макияжем глаз. Поэтому напоминаю вам свой любимый лайфхак. Добавляем румяна немножко в складку века. Буквально вот так чуть-чуть. Заодно мы дотушевываем всю красоту на глазах. И глаза при этом завязываются со всем макияжем лица. И еще, мне кажется, безумно этому образу не хватает бронзера. Давайте добавим Сани Бани от Люкс Визаж. Очень славный бронзер, который сейчас я часто использую на повседневную жизнь. Потому что он так сильно сразу натурально подсвечивает лицо. И делает его более отдохнувшим, загорелым. В общем, то, чего нам не хватает в сегодняшних реалиях. И чуть-чуть спускаю его также на шею. Потому что глаза очень яркие, и такой скульптор деликатный. Все-таки недостаточно подчеркивает рельеф лица. И в лице как бы казалось, что не хватает цвета, достаточного для таких ярких глаз. Боже, а что же делать с ресницами? И добавила я немножко XXL туши от Люкс Визаж. Потому что все-таки для такого макияжа глаз слабовато-то тушь. И вот такой макияж у нас сегодня с вами получился. И давайте обсудим по порядку все средства, которые мы сегодня использовали. И какое впечатление у меня от них сложилось. С макияжем я сижу уже часа 4 с момента, например, нанесения тонального средства. Так что я могу оценить, как он себя все-таки ведет. Начнем мы с этого праймера. За 200 рублей. И я могу сказать, что в центре лица, вот где я на щеки наносила, у меня все-таки текстура кожи подсглаженная. И это прикольно. Может быть, это благодаря ему. Так что я буду еще тестировать. Праймер приятный. Легко наносится, вкусненько пахнет. Совершенно у него такая приятная, хорошая текстура. И, возможно, заявленные свойства он выполняет. Надо все-таки подольше потестировать. Именно такое невидимое средство. Дальше у нас был тональный крем Violita Pro Luxury. И я так счастлива, что наконец-то у меня есть тональные средства белорусское моего цвета лица. Ну просто ура! Ура! Наконец-то! Так что, беляночки, можете присмотреться к этому тону. Он прекрасно выглядит на лице. От жары под софитами никуда не сполз. Это меня очень радует. И я думаю, что я его буду с удовольствием сейчас носить на повседневку. И посмотрю, как он себя будет вести. Пока что, вот за 4 часа, как я его нанесла, с ним вообще ничего не произошло. Он никуда не убежал, не стек, не заблестел. В общем, держится круто. Выглядит тоже замечательно. За 200-300 рублей это, по-моему, просто подарок. Дальше у нас с вами был вот такой консилер от Reluie Complimenti. Он очень легкий. Его достаточно для того, чтобы перекрыть легкие круги под глазами, такие не сильно заметные. Скорее всего, его не хватит для того, чтобы перекрыть покраснение на лице. Все-таки это средство именно под глаза лучше подходит. Без припудривания пудры он у меня, к сожалению, скатался. Но после того, как я закрепила все тенями, он держится хорошо и в морщинке не закатывается. Я думаю, подойдет для тех, кому нужно легкое перекрытие и такая совершенно легкая натуральная вуалька. Но рекомендую все-таки его закреплять пудрой. И я думаю, что я его еще буду тестировать и пойму, как он все-таки в применении. Пока впечатления не однозначные. Кстати, карандаш для бровей. По цвету он не поменялся. Он так и есть немножко зеленоватый. Так что у Belor Design какой-то вопросик по цветам карандаша. Потому что, как видите, я немножко ква-ква. Что-то эти карандаши недорогие за 200 рублей. Как-то они подгаливают именно по цветам. Хотя по текстуре карандаш прикольный. Мне понравился. Но цвет, я думаю, что все-таки надо мне поискать еще другие автоматические карандаши. Наикрутейшая база для теней. Она так легко распределяется. Это люкс визаж. Так классно на ней тушуются тени. По-моему, они действительно выглядят на ней ярче. То есть макияж глаз у меня сегодня с ней получился очень легко. И она не сушит веки, не подчеркивает морщинки. Вообще прям классная очень база. Буду тестировать еще. Понравилось, что она почему-то стала более бежевого цвета на глазах. Интересно проверить, показалось мне это или нет. Но мне кажется, что крутая. Стоит она тоже недорого. Я думаю, что если ищете базу для теней, можете попробовать. Тени от люкс визаж. Боже, такая не многообещающая палетка по виду. Но на самом деле очень хорошие оттенки. Крутая растушевка. Все так мягонько, нежненько. Мне понравилось. И мне кажется, что это такая палетка must-have для любителей макияжа. Та, которая всегда у всех должна быть. Потому что какие бы вы дальше яркие цвета не использовали, это ваши базовые цвета, чтобы подчеркнуть складку, чтобы выровнять века по цвету светло-бежевым оттенком. Это хорошие матовые тени, с которыми очень многие подружатся, потому что они действительно супер легко тушуются. Палетке однозначно зачет. Огромный, просто огромный фейл этого видео. Тьфу на тебя, Белор Дизайн, вот за что ты так? Короче, этот карандаш не хочет садиться на слизистую. У меня до сих пор вот здесь вот плачет глаз, потому что он ее раздражает, видимо. Наносится неплохо на кожу, но тушеваться совершенно не хочет. Ни своей вот этой пимпочкой, которая идет в комплекте, ни крутыми кисточками просто стирается на 50%, расползается вокруг по глазу. И мне кажется, сегодня макияж глаз выглядел бы в 10 раз красивее, если бы этот карандаш не разнесся по всему лицу. Поэтому сегодня этот карандаш главное разочарование. Я не рекомендую. Посмотрите лучше Релуи, потому что этот так хорошо не тушуется, не тянется, не остается. Не знаю, как он по стойкости, потому что даже в процессе нанесения он уже разбежался везде, где только можно, и до сих пор куда-то пытается убежать. Мне понравились эти однушки от Люкс Визаж. Я однозначно хочу пробовать их больше, потому что посмотрите, какое богачество. Ну что за красота? Такие красивые тенюхи, просто супер какое-то благородство, и оттенки такие хорошие. Я думаю, что я поделаю на них еще какие-то сияющие смоки. Может быть осенний макияж. Потестирую. Мне очень понравились. Конечно, это не супер дешево за одни тени платить 300-400 рублей. Но если это какой-то вечерний макияж, и хочется добавить вот такую красивую блескучесть, мне кажется, оно того стоит. По поводу туши. Простите меня, пожалуйста, но пока вообще не поняла, почему она вам нравится. Для меня она супер деликатная. Я, возможно, ее в ежедневную свою косметичку возьму и буду тестировать. Посмотрю, как будет дальше. Пока мне показалось, что она супер лайтовая. И я добавила поверх XXL от Luxe Visage, и счастлива. Возможно, это потому, что у меня свои ресницы не очень богатые, а эта тушь, она не делает объем. То есть она не утолщает реснички, и они выглядят очень тоненькими, хорошо прокрашенными, разделенными. Но они остаются такими тоненькими, как были. И, к сожалению, это не мой вариант. Возможно, только для легкого повседневного макияжа, куда я дальше ее и пристрою. И расскажу вам потом свои впечатления после долгого времени использования. Буду возвращаться к своим фаворитам и разочарованиям, и делиться с вами. Пудра очень славная, рабочая такая лошадка, мне кажется. Она мне не вызвала какого-то восторга, потому что она лицо не заглаживает. Но, в принципе, она выглядит так, как должна выглядеть пудра. Лицо не становится супер сухим, остается какое-то деликатное, приятное сияние. Макияж фиксируется. Сухие текстуры на ней прекрасно растушевываются, поэтому свои функции заявленные она однозначно выполняет. Зато мне очень понравился хайлайтер, который выглядит прямо шикарно на лице. Такое у него богаческое сияние. Похоже. Вот оно, мне кажется, похожим на Hourglass, потому что оно прямо легкое, деликатное и не подчеркивает текстуры. За 400 рублей в 10 раз меньше, чем Hourglass, почему бы и нет. Мне кажется, прикольно. Это люкс-визаж. 200-400 рублей, получается, он стоит. Тон 12. Мне понравилось. Очень-очень. Румяшки мне тоже показались славные. Хороший оттенок. 72-й от Rilouis Pro. Как видите, они такие достаточно нежные для тех, кто любит легкие румянецы. С ними сложно переборщить однозначно. И они очень легко тушуются, что огромный плюс. И скульптор от Luxe Visage. Это тоже для тех, кто любит натуральное контурирование, потому что он прям суперделикатный. Его классно использовать на повседневку. И я думаю, что вот эту вторую часть можно тоже как-то приспособить. Я еще над этим подумаю, потестирую. Но мне продукт понравился именно для ежедневного применения. Не для яркого вечернего макияжа, но для повседневного применения. Прям очень классно. И сегодня из нового я еще попробовала вот этот блеск Party Lip Gloss от Belor Design. Вот здесь Belor Design, мне кажется, молодцы. Потому что очень приятный на губах. Вообще не липкий. Очень приятная конфетная отдушечка, которая, кстати, быстро выветривается. Так что конфету не нужно нюхать целый день. И тон этот номер 6 тоже выглядит очень красиво и приятно. За эту рекомендацию огромное вам спасибо. Буду еще пользоваться, тестировать. Но мне уже очень-очень он понравился. Ну и на этом сегодня все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вы узнали о каких-нибудь новых интересных средствах. Либо знаете, что не стоит покупать. Я всегда очень рада вашим рекомендациям. Поэтому если у вас есть какие-то рекомендации по любой косметике, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. И надеюсь, до следующей встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok